Чита Погуляй – инвалиды с детства с диагнозом ДЦП, но несмотря на это, семейная пара чувствует себя полноценными членами общества. Павел и Виктория ничем не отличаются от здоровых людей, ведут домашний быт, встречаются с друзьями, ходят на работу и, как все современные люди, пользуются продвинутыми компьютерными технологиями. Ко всемирной паутине свой компьютер подсоединили, как только в их многоэтажке появился интернет, а недавно одесситы воспользовались возможностью пользоваться сетью бесплатно. Для этого заполнили специальную анкету. Когда в этой квартире появился бесплатный интернет, перед семьей Погуляй открылись новые возможности. Теперь посредством современных интернет-технологий Павел и Виктория могут без проблем оплачивать коммунальные услуги, общаться с друзьями, просматривать последние новости и даже работать. Павел Погуляй рассказывает, такой очень нужный для их семьи подарок преподнес депутат Одесского городского совета Олег Елисеев и его телекоммуникационная компания ТНЭТ. Это, по сути, делает одну меры. Поскольку в зимнее время ограничено продвижение, летом еще кое-как, а тем более, оно ограничено. И очень большое благодарность Елисееву, Олегу Васильевичу за это новшество. Помощь большая. Я делаю оплату. Я через интернет плачу уже несколько лет за квартиру, за все услуги, за коммунальные услуги, за телефон, пополнение карточки. Глава семьи отмечает, для него бесплатный интернет дал возможность более активно заниматься волонтерской работой. Павел ищет во всемирной сети тех, кому необходима помощь в оформлении пенсии по потере кормильца. Раньше, чтобы помочь одному нуждающемуся, приходилось посещать разные инстанции. Теперь это можно делать, не выходя из дому. А еще, признается Павел, для их семьи интернет не только работа, но и удовольствие. Чита Погуляй любит общаться с многочисленными знакомыми и друзьями в скайпе. Теперь и новости смотрят тоже преимущественно в компьютере. А в квартире инвалида-колясочника первой группы Александра Зайчука бесплатный интернет появился 1 декабря. Мужчина говорит, большую часть времени вынужден проводить дома. Единственным окном в мир для него является интернет. На сегодняшний день такие люди, которые находятся дома, для них это единственная вещь. И для меня это единственный от моего мира, как я могу узнать какие-то новости, просто пообщаться с теми же самыми одноклассниками и просто узнать, что вообще творится в мире. И огромное спасибо депутату Елисееву за данную вещь, что он помог действительно бесплатно сделать интернет таким людям, как я. Практика реабилитации инвалидов посредством интернет-технологии уже давно известна во всем мире. В Украине она только начинает набирать обороты. Благодаря доступу к интернету перед людьми с особыми потребностями открываются совершенно новые возможности. Одесситам их подарила телекоммуникационная компания ТНЭТ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова